Территория всего заповедника Болынский сейчас находится под большим слоем воды. В тех местах, где совсем недавно были заросли кустарника, поймы рек Луга, стояли кордоны, там сейчас одно сплошное море. На наиболее высоких точках, где расположены кордоны заповедника, вода поднялась от 2 до 2,5 метров, даже до 2,55, если уж быть точным. Поэтому все кордоны заповедника затоплены. Два кордона мы законсервировали, один кордон законсервированный, но люди находятся там на вахте, потому что там еще сосредоточено пожарное оборудование, часть техники, которую мы использовали в летнее время на исследовательской работе, на патрульной работе на территории заповедника, сосредоточено там на кордоне. Сотрудники заповедника, которые в данный момент находятся на территории того, что совсем недавно можно было назвать земельными угодьями, проживают на барже. Надо сказать, что подготовился к паводку заповедник довольно оперативно. Работы начались еще с августа. Удалось спасти технику и оборудование, находящееся на территории заповедника. К сожалению, сами постройки оказались под водой. Обследование, которое мы провели 3-4 сентября, показывает, что, скорее всего, часть имущества уже погублена, часть, ну, там есть перевернутые уже, и бани пооторвало, и стены в домах где-то поразрушило теми же волнами и теми же предметами, которые плавают. Ну, спасая дрова, сделали огромный таран, вот он, плавая, зацепил, вынес угол дома. Ну, что тут сделать? Тут ничего предусмотреть невозможно, тем более погода была и штормовая. Сейчас сотрудники заповедника готовятся наблюдать за дальнейшими последствиями этого небывалого опаводка, который нанес непоправимый урон всей экологической системе.